Вы хотите научиться понимать английскую речь, вы хотите развить свой listening comprehension, для этого я хочу посоветовать вам несколько вещей, которые вы можете применять в своей повседневной жизни. И еще это не связано с тем, что вам нужно открыть учебники и что-либо делать именно сейчас. Это то, от чего вы будете получать удовольствие, ведь если вы получаете удовольствие от самого процесса, результат не заставит себя долго ждать. В общем, первое, то, что я хочу вам посоветовать, это смотреть фильмы без субтитров. Почему? Потому что когда вы разговариваете с человеком, его речь никогда не появляется, правильно? То есть вы слушаете, и если вы привыкнете смотреть фильмы с субтитрами, когда вы полетите в другую страну, вы можете найти это сложным для себя понимать настоящую английскую речь. Поэтому приучайте себя с самого начала смотреть фильмы без субтитров. По поводу того, что лучше смотреть, я бы посоветовала бы смотреть сериалы. Почему? Потому что они базируются на повседневном разговоре, то есть те фразы, которые реально используются в ежедневной жизни. Второе. Если вы встречаете слово, которое для вас новое, я не советую переводить каждое слово. То есть второй тип – это не переводить. Я не говорю то, что новые слова, они не важны. Они очень важны. Но хотя бы заставьте себя дослушать речь до конца. И если вы второй раз слышите то же самое слово, все равно продолжайте слушать. И если уже в который раз вы слушаете речь и до сих пор не понимаете суть, то есть вы не улавливаете вообще, о чем идет речь, только тогда вы можете вернуться и перевести слово. Намного важнее то, как вы понимаете все в целом, а не каждое слово по отдельности. Наш осторожный мозг устроен таким образом, то что мы больше обращаем внимание на препятствия в виде незнакомых слов. Но на самом деле, если вы понимаете 80% и только 20% не понимаете, надо концентрироваться на большей части вашего понимания. Конечно же, 20% – это будет приростом вашего vocabulary, но эти слова от вас никуда не уйдут. К ним вы сможете вернуться после прослушивания и уже тогда перевести. Возвращаясь к первому пункту – просмотр фильмов без субтитров. Если для вас это вначале совсем сложно, то я могу вам посоветовать технику «три к одному». То есть на каждые три фильма, которые вы смотрите с субтитрами, один из них должен быть без субтитров. И через какое-то время это количество фильмов без субтитров нужно увеличивать. Это были мои советы, как улучшить ваше слуховое восприятие в английском языке. И надеюсь, вы сможете получить свою заветную девятку в listening. Субтитры создавал DimaTorzok